Мужил на родной земле Дальневосточной. Мужил на родной земле Дальневосточной. К 80-летию генерала армии Михаила Моисеева. Жизненный путь Михаила Алексеевича Моисеева в общем-то не был экстраординарным для советского времени. Тогда социальные лифты работали безотказно, позволяя способным и волевым юношам из простых семей достигать больших вершин благодаря самоотверженному труду на благо Отечества. Родился будущий генерал армии Воморской области в селе Малы Ивер Свободненского района в семье рабочего. После окончания средней школы работал матросом, котельным машинистом в подразделении вспомогательных судов Тихоокеанского флота. В ноябре 1958 года был призван на срочную военную службу. Судьбоносным для Михаила Алексеевича оказалось решение. История, увы, не сохранила фамилию принявшего это решение старшего офицера. Направить рядового Моисеева курсантом в 97-й отдельный учебный танковый батальон тяжелого танкового полка Дальневосточного военного округа для подготовки к поступлению в Дальневосточное танковое училище. Будучи в экипаже заряжающим, молодой солдат не только до автоматизма освоил порядок своих действий, но и, проявив смекалку и изобретательность, выработал более оптимальный механизм взаимодействия с другими членами танкового экипажа при боевой стрельбе. Полковые офицеры прозорливо разглядели в Михаиле качество, необходимые мастеру танкового дела. Из полка его направили на учебу в Дальневосточное танковое училище, которое он блестяще окончил в 1962 году. Затем успешно командовал танковым взводом, танковой ротой. Базовые знания военного дела, полученные в Академии, генерал Моисеев творчески применял в войсках. В 1972 году М.А. Моисеев окончил военную академию имени М.В. Фрунзи. Академическое военное образование явилось той базой, фундаментом, на котором формировалось и шлифовалось в дальнейшем его командирское и полководческое мастерство. Михаил Алексеевич прошел все ступени становления командировая начальника. Последовательно освоил должности заместителя командира танкового полка, начальника его штаба, командира 263-го гвардейского танкового полка 37-й гвардейской танковой дивизии Белорусского военного округа, заместителя командира 120-й гвардейской мотнострелковой Рогачевской дивизии имени Верховного Совета Белорусской ССР и командира 50-й гвардейской мотнострелковой дивизии в том же военном округе. В 1978-м был направлен в группу советских войск в Германии командиром 27-й гвардейской матнострелковой Омско-Новобукской краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии. Затем последовала учеба в военной академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР имени Каева Рашилова. После ее окончания с золотой медалью в 1982 году Моисеев вновь в войсках, первый заместитель командующего, командующий 15-й общевойсковой армией в Дальневосточном военном округе. Базовые знания военного дела, полученные в академии, генерал Моисеев творчески применял в войсках. Жизнь в объединениях и соединениях тогда бурлила. Военно-технический прогресс требовал изменений в способах боевого применения войск. Это касалось и тактики, и оперативного искусства, и военной стратегии. Михаил Алексеевич активно участвовал в военно-научных конференциях того времени, высказывал оригинальные идеи боевого применения сухопутных войск с учетом особенностей театра военных действий, роли бронетанковой техники в современном бою. Молодой командующий общевойсковой армии опробировал эти идеи на тактических и оперативно-стратегических учениях. В становлении личности М.А. Моисеева важную роль сыграл генерал армии И.М. Третьяк. Михаил Алексеевич считал его своим учителем, равнялся на него, брал пример во всем. На фронте Третьяк в 21-м год стал командиром стрелкового полка, героем Советского Союза. Жизненный пример Ивана Моисеевича служил для генерала Моисеева своеобразной путеводной звездой. В июле 1985 года М.А. Моисеев был назначен начальником штаба первым заместителем командующего войсками Дальневосточного военного округа. С января 1987 года он командующий войсками этого округа. Дву тогда занимал важнейшее место в обеспечении безопасности Советского государства на восточном стратегическом направлении. Эти должности раскрыли талант генерала И.М.А. Моисеева как руководителя государственного масштаба, отвечающего за боеготовность войск округа, материально-техническое обеспечение гарнизонов, мобилизационные возможности органов военного управления, политико-моральное состояние личного состава и многое другое, что требует от командующего крепкого здоровья, прочных знаний и умения руководить людьми. Все это к тому времени в багаже Михаила Алексеевича было. Для генерала армии Моисеева тема возвращения имен погибших при защите Отечества Дело Святое 14 декабря 1988 года он был назначен начальником генерального штаба Вооруженных сил СССР. Михаил Алексеевича хорошо знал и ценил за его профессиональные качества и организаторские способности министр обороны СССР маршал Советского Союза Д.Т. Езов, который поддержал его кандидатуру на эту высокую должность. К сожалению, полностью раскрыть свой талант в условиях развала Советского Союза и целенаправленного подрыва авторитета Вооруженных сил Михаил Алексеевич не успел. Тем не менее и в тех сложнейших общественно-политических условиях имам Моисеев, ставший самым молодым генералом армии за послевоенные десятилетия, это звание ему было присвоено 15 февраля 1989 года, многое сделал для сохранения внешней безопасности СССР. В этой связи нельзя не сказать о блестящей операции по выводу частей и соединений 40-й армии из Афганистана. Вывод без потерь 100-тысячной группировки войск это, безусловно, крупное достижение разработчиков операции под руководством генерала Моисеева. Эффективное оперативное сопровождение военных колонн, успешное взаимодействие с органами местной власти по всему маршруту движения и, конечно, тесные контакты с нашим советническим аппаратом на всех уровнях и многие другие мероприятия предопределили успех операции. В результате противоречивой и непоследовательной политики партийного руководства спасти советское государство не удалось. Во второй половине 1991-го борьба за власть и попытки втянуть в нее армию привели к известной геополитической катастрофе. Стремясь спасти страну от распада, Эмма Моисеев обратился к президенту СССР с запиской, в которой предлагал принять радикальные меры для сохранения Союза СССР. Но предложения Моисеева были отвергнуты, и СССР от развала уберечь не удалось. Такие люди, как ДТ Изов и Эмма Моисеев, мешали пятой колонне. Михаил Алексеевич был освобожден от должности начальника генштаба и вскоре уволен из вооруженных сил. Выйдя в отставку, Михаил Алексеевич продолжил активную общественную деятельность. Его неуемный характер, энергия, верность собственным принципам, патриотизм не позволили ему отстраниться от важных дел в трудное для России время. С 1996 года он был главным специалистом генерального штаба, ведущим инспектором генерального штаба, генеральным инспектором Министерства обороны. С декабря 2016 года генеральный инспектор Генеральной инспекции Минобороны России занимался вопросами социальной адаптации военнослужащих, уволенных с военной службы. Он один из авторов концепции социальной адаптации военнослужащих. Обладая высоким авторитетом в генеральном штабе, Михаил Алексеевич инициирует создание комитета ветеранов генштаба, а затем и возглавляет его. Ветераны вооруженных сил поддержали и его предложение о создании Единой ветеранской организации вооруженных сил. В ноябре 2008 года на Всероссийской учредительной конференции ветеранов вооруженных сил было единогласно принято решение о ее создании. Первым председателем Общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил избирается има Моисеев. На пленуме Российского комитета ветеранов войны и военной службы в октябре 2012 года има Моисеева избрали председателем комитета. С апреля 2013 года он именуется как Общероссийская общественная организация ветеранов Российский союз ветеранов. Встав во главе этой ветеранской организации, Михаил Алексеевич сосредоточил усилия на организационном укреплении общественных объединений ветеранов-членов РСВ, обеспечении социальной поддержки ветеранов и членов их семей, повышении эффективности патриотического воспитания граждан, увековечении памяти защитников Отечества. Как патриот и гражданин, генерал армии Моисеев думает о будущем страны, о том, какое наследство ветераны оставят грядущим поколениям. Под его руководством реализуется программа РСВ «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы. Базисный проект программы «Всероссийский конкурс «Растим патриотов России. Живем и помним» посвящен 75-летию Великой Победы. Михаил Алексеевич лично проводит уроки мужества в воинских частях, в учебных заведениях, патриотических и культурных центрах, музеях боевой славы. В неформальной обстановке встречается с молодежью. Для генерала Моисеева тема возвращения имен погибших при защите Отечества – дело святое. При Российском комитете ветеранов активно работает Общественная комиссия по сохранению памяти погибших при защите Отечества, Международный центр «Возвращенные имена». Ветераны РСВ участвуют в проектах вахта памяти и сотрудничают с поисковым движением России. По инициативе Моисеева учреждена медаль РСВ за отличие в поисковом движении, которой награждаются активисты поисковой работы. Ветераны – это не только носители патриотизма. Ветераны – нравственная основа и опора общества, подчеркивает Михаил Алексеевич. Я полностью согласен с такой оценкой. Ибо историческая память народа, нравственность и патриотизм неразделимы. Точка свое 80-летие Михаил Моисеев встречает в добром здравии, полном творческих планов. Желаю ему, его родным и близким крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, новых достижений в его многогранной общественной деятельности. Махмуд Гореев Субтитры создавал DimaTorzok